Раз мы их на кланваре выигрываем, хотя до этого все время проигрывали, значит мы можем победить. Сегодня еще увеличилась эта уверенность. Я хочу с Монзой сыграть, он так много говорит, у меня бесит все. Эти длинновосточники — это косплей на нынешних Immortals или старых MVP Phoenix. Они просто бегут и постоянно дерутся и убивают. И вообще все равно меньшинство, большинство, есть откаты ультимейтов, нет. Они просто бегут и дерутся. Классно. Я пою на вышку — классно. Есть недостаток — нет стоп-крана. На самом деле это просто такой игровой стиль. Он прикольный, он приносит определенные плоды. Да, есть минусы, естественно, где-то ты будешь из-за этого очень сильно страдать, но в этом можно и кое-что поправить. Такой игровой стиль, я тебе могу со стопроцентной уверенностью сказать, он может выиграть даже International, если грамотно его исполнить. Я выбрал команду DDK. Они из Владивостока. Соответственно, они играли с огромным пингом, потому что мы играем, соответственно, на европейских серверах здесь. Пинг от Лексимбурга до Владивостока где-то 250-300. Это огромный пинг, то есть это большая задержка. Они были в заведомо проигрышных условиях, но тем не менее смогли попасть в четверку лучших. Для меня это показатель определенный, и я думаю, что как минимум это будет интересно. Я начал играть в доту, когда мне было примерно 9 лет. Я всегда был во главе этой команды. Я просто всегда был у руля именно этого тега с Дальнего Востока. Никто еще не выбивался. Мы будем первопроходцами для них. Я из острова Соколин, города Долинск. Доту. Ну, сейчас, по крайней мере, играют люди просто отвратительные, они токсичные. С ними тяжело контактировать. Ну, дотеры тоже есть нормальные, конечно. У меня команда хорошая. Правда, есть один, ну, маленький, потому что еще не понимает. Но он не токсичный, просто любит ругаться. Будет здорово. Если мы выиграем, будет здорово. Для меня дота, в первую очередь, это все-таки обык с друзьями. Иногда ты становишься сильнее и сильнее, а в некоторые моменты ты просто падаешь. Любой, кто играет в доту, знает, насколько важна правильная клавиатура. И вот это HP Omen 1100. Как раз такая. У нее прочный корпус из металла и пластика, надежные механические переключатели. И она распознает множественные нажатия благодаря технологии антигостинг. А еще кнопки W, A, S, D выделены красным цветом. Поэтому начинающий геймер легко и быстро сможет их найти. Ну и как бонус, клавиатура имеет светодиодную подсветку. Так что играть можно даже в кромешной темноте. Вся эта красота одобрена нашей Академией Киберспорта. А найти ее вы можете на сайте Citilink. Все хорошо. Компьютеры есть, еда есть, конфликтов нет. Все друг к другу сугубо положительные отношения. Гомбы хорошие стоят. И эти клавы, клавы вообще зачетные. Вот больше всего клавы нравится. Мы как бы обычно тренировали все по интернету. Мы вместе не собирались. Поэтому так гораздо сложнее тренироваться. Когда все вместе, то лучше все усваиваться, как понимается. Смотрим вместе, обсуждаем игру. Привет, мужики. Рад вас видеть. Как у вас делишки? Очень хорошо. Хорошо. Слушайте, соскучился я уже сам по доте. На самом деле. И я надеюсь, что и вы тоже соскучились. Поэтому давайте сейчас поиграем. Посмотрим, что вы можете, что я могу. В общем, будет интересно. Садитесь вот в ваши компьютеры. Моя как раз команда, она выглядит как команда, которая принимает победу вместе, принимает поражение. А мне кажется, что в командном любом соревновании это самое главное. Ярик очень приятный на общение. Очень открытый такой. Не знаю. В нем нету такого, чтобы он чувствовал превосходственно. Как с друзьями общаются. Мы не можем, да, кроме никого. Да, да. Игорь, Игорь, Игорь. Я думал, ты сразу начнешь пака бить. Ладно. Хотя плохая идея. Нет, плохая идея, извини. Да, плохая, плохая. Нет. Ну что, вы хотя бы выбили бы, сниваясь. Да, это плохая идея, мне волосо дали бы просто. Ты бы просто бил его, Игорь, ты бы в натуре просто сбил. Ты бегаешь что-то рядом. Да. Убей его, да и все. Ну, Игорь, ну просто добил бы его хотя бы. Да зачем? Зачем его добивать, объясни. Там есть лотаря сзади с волосом стоит. У меня мус-пит будет 100, понимаешь? Если я его добью. Да нет, там не до 100 опускаюсь. Когда капитан молчит, то есть тот, кто дает нам эту команду, начинают два саппорта, ну точнее саппорт и мидер. Вот у них постоянно интерес так сталкиваются. То есть один говорит, будем драться. Друг говорит, нет, не будем драться. Не убегай, другие идут. Давай, 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 давай. Убьем его. Можете? У него нет ульта вроде еще. Две минуты не прошло же? Прошло. Есть ульта. У меня? Тебя. Ватрайдера убей. Мне хелп, мне хелп, мне хелп. Помогите пока-пока-пока. На ворды, на ворды, блин, меня добило. БТ-2 забрали, да? Все, ушли, 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 и кто живет? Ушли, нормально. Я заберу льву. Я бегу, я бегу. Я сдаду поделу к вам. Персоналю буду что-то сделать. Хорошо, хорошо, давай, давай, давай. Он не уходит. Удар удар удар. Я в ВК проявляю. Пока убивает. На, ВК за собой. Не могу тебя сдать. Отойди, отойди, пока-б, 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 Да-да-да-да. Серега, бей. Да зачем вы его? Не бей его, когда в БКП. Серега может бить с ПКП. Я могу бить БКП. Серега с ПКП, но может его бить, конечно. МК, 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 МК. МК, добивайтесь. Все, домой. Аппараты убить еще раз. Поймал, поймал. Бэтрайдера, Бэтрайдера, Бэтрайдера. Ань, мы не можем. Я жгу, жгу, жгу Родянцеву, жгу Родянцеву. Дал, 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 руку Туропаку. Все, Т3. Т3. Мы забираем барак. Если не умри, если не умри, если не умри, на тебя лавки. На тебя лавки. Игорь, найс, ручки, спасибо, брат. Т3, Т3. Т3, все, ушли, 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 не надо нам лишнего. Серега, Серега. Бей. Добил, да? Отлично. У него своя методика. Ну, он полностью дал нам самостоятельно сыграть и выбрать героев. Потом он внимательно следил, сидел за нашими спинами, записывал там тайминги в игре. Ну, то есть минута какая там, какая ошибка примерно. Потом загрузили релеплей, все разобрали, он нам показал, объяснил. Как можно было сделать, что нужно было сделать для того, чтобы предотвратить какую-то ошибку, отдал такие спины. Игорь, лови, наверное, вот этого. Ой, 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 на что? Вольно. Нажми, 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 нажми. А, я стоял под этих. Ты в этих. Вы их должны убить их за это. Ну, я поймал это. Но он соедет сам, типа. У ВК нет, у ВК нет ульты. Помогите мне? Я дал на него руптуру, дал на него руптуру. Давайте, добивайте ВК. Макака, разультуется. Домой, нахуй, Макака. Ты есть, не хочешь? Нет, я хочу играть. Все, я понял. Задрот. Он прям нас полностью прочитал с первого раза. То есть какие у нас проблемы, все их выявил сразу же. Дал какие-то дельные советы, в принципе, как их можно решать. Вот это да, спасибо ему большое. Ну, во-первых, ребят, просто главное правило. Вы, в принципе, мало этим занимаетесь. Это очень здорово. Но все равно старайтесь вообще не ругаться по ходу игры. Примерно на таком равном уровне, на самом деле, какая-то внутренняя мораль. Но она, возможно, решает больше, чем все остальное, что может быть. Вы очень мало даете информации друг другу. Ну, то есть кто-то куда-то идет. И вот, и какая-то информация у вас идет постфактум. Любой человек из вас, да, любой игрок, на любой своей линии, в любой момент времени либо заметил что-то, либо что-то придумал. Куда-то пойти, там, не знаю, понял, что его могут загангать, понял, что он может. Нужно стараться не уже во время, да, да убьем, о, смотри, красная, красная появилась, давай ее убивать. А как-то заранее спланировать. Кто-то просто шел мимо, ну, вон там люди слева, да. И они такие, а вот что-то вк, а может убьем, а может не убьем, а дай ульт, а может не надо. Ну ладно, дай, сейчас дам, а может не дам. То есть заранее вы вообще не продумали ничего. Давай, я ультус. А, давай бюзер, давай бюзер, ты первый раз. Да ладно, давай, давай. Я бегу, я бегу, я бегу. Я хочу дуэль выиграть. А, ну, мне кажется, зря. Тут Леха подойдет, но тут ТП будут. Что думаете? А, нет, пак не ТП, что до трайдера тоже не будет ТП. Нет, все. Меня замедляют. Меня пытаются, не, 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 забейте. Ладно, ну, смотри. Ну, это я, надо было отходить, это было понятно. Не, понятно, но это то, что типа мы убиваем, не отходить сразу. Дальше вы начинаете убивать в ВК, понятное дело, он появится еще раз через там 3-4 секунды. Ясное дело, что ему могут помочь. Под такие моменты, под десятую вот минуту, можете обратить внимание, вот если вы смотрите сами реплеи каких-нибудь команд, те же OG очень часто делают выходы, вот примерно 7-8-10 минуты, они приходят, они убивают керри и сразу нападают на вышку. Да, это какой-то план. А у вас получается, вот в этой игре почти все, что вы делали, получалось так, что как бы плана нет. То есть вы просто где-то оказались, да, но вы даже сами не поняли зачем. Я понимаю, что не всегда нужно оказываться пятером, но если уж вот такая ситуация вырисовывается, ее лучше и спланировать как можно заранее, да, и реализовать вместе. Пока что нормально, мне понравилось, первая игра прошла, вот, он все разобрал досконально. Я ожидал немножко по-другому, что, ну, ожидал, что не так пристально за нами будет наблюдать, то есть там посмотрят, там объяснят, ну, немножко хуже будет, но оказалось бы нам лучше, много лучше, да. Что он сидел с нами, все, ну, протяжение всей игры. Я советую стараться вот в мид-гейме, минуты с седьмой, стараться просто придумать какие-то вот эти объективы. Например, давайте там через минуту попробуем вышку, снизу в миде, там, неважно, как получается. Давайте, ну, что нам для этого нужно? Все должны понимать, прям, да, отпушить другие линии, как-то незаметно где-то спрятаться, либо прибежать пешком, либо сделать ТП, нажать какой-то смог, убить, забрать. Последняя штука, я вот слышал фразу, она, в принципе, это, нафиг ты там купил Мидас, например, на Блотсикере. Старайтесь вот это точно заранее обсуждать, тогда у вас будет понимание у всех, что вы делаете. Ну, вот, это было последнее, получается, примерно. Такие дела. Теперь уже это каждому от третьего лица было донесено, то есть теперь все это уже полностью сознают, а не так, что мы просто сами между собой общаемся и их, как бы, обговариваем, но потом никак не работаем над этим. Сейчас, надеюсь, будет все по-другому. Мы хорошо друг с другом общаемся вне игры, но в игре у каждого, как бы, свои идеи, и постоянно мы, как бы, сталкиваемся идеями, и, как бы, говорить много не хочется, потому что споров очень много возникает, и драфты. Драфты что-то проседают, ну, нормально уже вроде, в последней игре адаптировались. Нет, нет, рот вкачал, рот вкачал. Рот. Сапс. Сильно, сильно, парни. Ну, я не на это рассчитывал. Сипку качал. Реально, сильно. Реально, реально, реально. Супер. Ультани, ультани. Он ультобаур. Все, все, все. Хорош. Там бучка. Я вот в бучку, скорее всего, въеду. Аминь. Тинайд. Аппаратно Шейхер. У меня ульты нету. Шейхер, Шейхер цепанул там, Леха, не дает ему прыгать. Мы Вайпера не убьем, я думаю. Или убьем. Убьем, убьем своей ультой. Все, а так дал, бьем, думаю. Дальше Буч. Вот, вот, вот. Спи ему как. Ничего вообще нету. Днис, ну теперь тут такое. Нормально, кони еще есть. У меня с лауринкой, да. Я уже рядом. Я ему как и дебил прыгну, типа, на него. Давай, я вижу, не показывай. Я, в принципе, не умру от него. Давай, Сергей, бьем его. Просто бьем его. О, у него херень. Леона, Леона, помогите. Не хелп, не хелп, не хелп, не хелп, пожалуйста, не хелп. Боже, что творишь? Ну, я говорю, вы не это. Что вы, раз это, кипишуете, бывает? Как бы тяжело в учении, легко в бою. Слышал такое? Ну вот. После того, после этой игры, на самом деле, у меня мораль поднялась. То есть, я думал, что вот конкретно этой команде мы просто проиграем, как бы, без шансов. А сейчас уже появилась какая-то уверенность. На самом деле, для поднятия, так скажем, морали, не то, чтобы я говорю вам, давайте там лучшие стратегии, но я бы играл примерно тем, чем вы собираетесь дальше играть. Ну, как бы не полностью, да, там, ну, просто играть непонятно чем, да, потом тестить что-то все время. И потом, и говорит, ну, это, типа, мы прыгали, потому что тестили, мы прыгали, потому что тоже что-то тестили. А в итоге вы не потренировались толком, да, и мораль провалилась куда-то, потому что все время что-то тестили и проигрывали. Если вы проигрываете, как бы, игру, ну, ты так считаешь, ну, вот из-за одной микро-ошибки, это очень, ну, как бы, очень плохо. С вашим пиком, учитывая, что там есть Джокира, вы должны все Тер-1 и, желательно, все Тер-2 как можно быстрее забрать. Под это, конечно, вам нужны правильные артефакты. Ну, то есть, вот эти такие стратегии, где должно быть все продумано, знаешь, с первого до последнего уровня. Кто что купил, кто куда пошел и так далее. Поэтому я и говорю, что это довольно сложно, поверь. Ожидал я от них неплохой игры и не разочаровался. Сегодня они играли против скилл, где довольно именитые игроки по меркам, скажем так, второго эшелона играют вот эти попрофессиональные игроки против моих ребят, которые абсолютно никому не известны и абсолютно равные игры. Хорошее будущее может быть, если они продолжат заниматься. the pink Я уже привык. Ой-ой-ой. Я фырёный. Пёсик. Ну, давай, вы его убиваете. Я вообще хлопну. В принципе, нормальный размер. Давай, ты старый, 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 покрывай. Ладно, давай, давай. Ладно, не, уже не это. Ладно, не хочу тратить. О-о-о-от. Крошан. Здорово. Не, это было реально. Почему я все так далеко зашел? Нормально. Стормлиста, скорее всего, все защищает. Сюда ТП. ТП сейчас. ФЛТ поделать, ФЛТ поделать. ФЛТ поделать. ФЛТ поделать. Хотя бы там. Слапнуться ХП может, Дэн? Зря. Не может. Ну да, поэтому... То есть, если вы забираете, то вам надо сюда людей... Вы немного потеряете от этого, зато такого не будет. Скан, скан. Не забывай про скан. Можно просканить что-нибудь. Танчик. Убивайте. Я то буду убивать. Тут еще кто-то. Ну, надеяться на башку? Шакира. Ну, давай башку как раз золото. За башку. Не, а что за башку? Тимо накончил, да? Уди, уди, уди. Уди с миды, складар лежит. Пошел. Ну, я... Я знаю зато. Ну, я Игоря, да. Я бэбэк пришел. Уже подрался мне бэбэком. Ты подкопаешь? Да. Покопаем. Первым складар. О, блин, ни хрена. Стармаром. Мне тут больно. Фурон за здесь бкб ребят залетел. У меня ульта есть. Настойчиво нашел. Ну, кто из них, не очень понятно. А вот он, беру здесь. Хрена, а вот он. Ты молодец. Все-таки добил, да? Только не умри, Игорь. Надо задефить просто. Ай, ну у него хрена, пи***, потому что... Нам вот чуть-чуть не хорошо. Просто на один лазер, а не один лазер просто, но один лазер. Да, и кто настоящий их знает, ладно. Можно. Я бы просто рекомендовал каких-то всех 5 героев, которые довольно активные, довольно сильные, ну, с начала до конца. У вас все нормально, если вы, мне кажется, просто определитесь со своей стратегией. Обычно ты такой, а уже все такой думаешь, вот это наша страта, потом начинаешь пикать, видишь какого-то героя, начинаешь сам себя передумывать. Это известная проблема у любого бывает, драфтера, так скажем. Мы, то есть, пробовали два дня, ну, зря вообще, надо было просто свою эту монету гнать, и все. А мы начали пробовать там разных героев, на которых никогда в жизни не играли. Ну, то есть, играли в пабликах, ну, толку, на КВ ты не знаешь, что на них делать. Вот только в последней игре мы такие, все надо брать уже там точно своих героев. Набрали и пошли драться постоянно. Все. Получилось. Что, парни, еще играем? Давай, поехали. А то, чего они отвечают на Монзо с этими. Они, походу, вместе начали играть. Приятного аппетита. Вкусненько? Я тоже хочу. В игре вкусненько тоже было. Да. Значит, мы можем победить? Сегодня еще увеличилась эта уверенность. Я хочу с Монзо сыграть. Он так много говорит. У меня он бесит. Все. Ура. Нас тоже. Сорвали. У меня все. На миди, на миди. На миди. На миди не супер. Все, расслабься. Получай, давайте. Серега? У тебя все реально неплохо. Я так вот. Домашний. Могу вернуть, могу вернуть. Могу вернуть. Ну, вот этого, наверное, слепого. А я слепо вышел. Я подхожу. Я тут. А ну. Убежишься. Отлично. Хорошо. Хорошо сыграно. Аро? Мне можно, да. Добьешь? Отлично. Просто легкий. Всех-всех бьете, скажите хоть кого бить. СК бьем. СК. У меня есть ульф. Подмогу бить. Горнешь? Давай-давай-давай. Давай, возвращай. С математикой аккуратной. В бои на топе шестой получается. Все, надо. Чтоб я посчитал. Тавер может. Взги в ульте. Постреляй. Ой-ой-ой, это моя команда. Гошрань, гоошрань. Они, видите, они вас боятся. Они сплитят, поэтому просто наглее там. Пошли Т2 на боте. Серьезно? Да, они меня убедят и так далее. Они здесь, они здесь, они здесь. Я в курсе. Игорь, ты подтягиваешься? Можно, можно. Всех убить можно. Обезьяну первую и за бэйном, за бэйном. За бэйном. Я верну, я верну, я верну. Кого вернешь? Любого. Бэйна, бэйна, бэйна. Бэйна, бэйна, бэйна. Хорошо. Они там не все, там Максим Т2. Да, они убегают. Они вас боятся. Давайте я так тапну. Вы хищники. Он тут на дереве спалит, возможно. Все слышали, мы хищники, парни. Тут, тут, тут. Нормально. Лех, давай ему первый скилл. Красава. Это все, что надо было тебе. А ну доставка, ну да. И уже иди что-нибудь кушать, что ты тут гоняешь, там убьют. Либо это, либо лимонез, либо лимонез. Возьми варди, возьми варди. Возьми варди. Возьми варди. Можете подо? О, давайте. Я бегу. Макаку, макаку, макаку. Не могу, не могу. Подожди. Пожалуйста. Все, дальше, дальше. Давай, искай, искай, искай. Давай, у нас телепорта нет. Стоп, ты поедешь делать. Две секунды. Да, я сделаю телепорт наверх. Ну прям сейчас надо. Ты можешь? У меня две секунды, когда я сделаю. Продолжайте мне. Что-то один. Да, митл. Я просто сил, типа. Ему просто порезать. У меня 25-то, кстати, левел. Это самое дерьмо. Здоров. Ну что, гоф, то гей. Да, полечите. Дончик, там урны. Вот это все. И пошли работать. ДК убьем? Нет, я выскал, выскал, выскал. Дайте контроль. Помощь. На. ДК убьем. У него ВКБ от 1 назад, 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 назад. Петьма. Меня бьют. Можете меня как-то? Да. У меня КД не понял, понял. У меня еще... Аегис. Ну вам нужно игры в ДК, прыгай. Я не могу. Давай ДК. Ну ты ему впили всю. Сейчас сет будет. Дал всем салис. Этого отлично. Тут еще вот достый. Тут еще герой. Могу? Вернуть ДК. Давай, давай, давай. У него нет БКБ, его Игорь распилит. Ух, там бои начали. Отлично. Жестко. Ну красава, че. Жестко, но капит. Вот она, вот. Сбил даггер, сбил даггер. Куда, куда, куда? У меня достый. Сейчас кольцо спросил. Бенай, го. Эру. Нормально. Давайте туда не... Денис, Денис, бей, бей, Денис, бей, пожалуйста. Просто бей. Не издейте бей, 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 бей. Бей, 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 бей. Бей, 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 бей. Бей, 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 бей. Так модным барак.... Уже лучше пошло? Только это... Да вот хих полный полный. Да не, ну а не рофлили. Да что рофлили, расслабься. Первые 25 минут, как бы, играю серьезно и потом, когда с осем... Типа из разряда 2 сделаем вид, что мы рофлили, я таких знаю, друзья, так что не переживай. Дальше, конечно, иди вниз, умирай, типа, ха-ха-ха, как смешно. Вы начинаете выигрывать их, хороший пик, хорошие герои, хорошо там начало отыграли. Начинаете выигрывать первые там 10-15 минут. А чем занимаются ребята, когда они проигрывают? Начинаете сплитить, да, и вы за этим сплитом, при том, у них даже герои не сплитерские, но вы за ним где-то не успеваете. Ваши пики вот такие должны быть, все герои что-то могут, все. Этого достаточно. У нас все получается лучше, лучше, лучше с каждой игрой. И наставник нам с этим очень сильно помогает. С этого дня мы очень сильно подняли. Они полностью готовы к тому, чтобы побеждать на турнире, именно потому, что они уже сросшаяся команда. То есть у них есть определенный командный дух, есть стержень. Мне кажется, единственное, чего им может не хватить, но это просто элементарного механического уровня.